Всем привет, друзья! В прошлом видео, которое вы можете найти по ссылке в описании или по подсказке, мы разобрали 15 самых распространенных глаголов в английском языке. Сегодня мы продолжим эту тему. Обязательно подпишитесь на наш канал и уже сейчас нажмите лайк. По данным прогноза погоды с первого канала, это ускорит изучение английского в 10 раз. Break означает ломать, разрушать, нарушать. Если вы, ребята, нарушите правила, то я тоже их нарушу. Tom never breaks promises. Том никогда не нарушает обещаний. You broke into my house, stole my property. Вы ворвались в мой дом, украли мое имущество. Put переводится как класть. Том почти никогда не кладет сахар в кофе. В следующем примере использован уже фразовый глагол put up. Он означает терпеть или мириться. I can't put up with the way he speaks. Я терпеть не могу, как он говорит. Grab your goggles, put your lab coat on. Возьмите очки, наденьте лабораторный халат. Put on имеет значение надевать или набирать в весе. Eat означает есть, кушать. My dog eats grapes. Моя собака ест виноград. He makes it a roll not to eat too much. Он взял за правило не есть много. You haven't eaten anything for three days, and I feel great. You haven't eaten anything for three days, and I feel great. Вы ничего не ели три дня и чувствую себя прекрасно. Sleep переводится как спать. During winter I sleep with two blankets. Зимой я сплю под двумя одеялами. My cat sleeps with me. Моя кошка спит со мной. Drink означает пить. I'd like to drink a cup of tea. Я бы выпил чашку чая. Tom drank curdled milk. Том выпил простоквашу. Understand имеет значение понимать. Nobody understands what's going on. Никто не понимает, что происходит. I think that maybe I won't be able to make myself understood in English. Я думаю, что, возможно, не смогу объясняться на английском. А чтобы не оказаться в таком затруднительном положении, присоединяйтесь к нашему native show. Раскройте свои способности на практике с носителями и будете шпрехать на английском, как на родном. Я не понимаю. Понимаешь? Write переводится как писать. Give me something to write on. Дай мне что-нибудь, на чем можно писать. The letter is written by the girl. Письмо написано девочкой. Shakespeare wrote over 150 poems in this 14-line form. Shakespeare wrote over 150 poems in this 14-line form. Шекспир написал более 150 стихотворений в этой 14-строчной форме. Read означает читать. I'd like to read some books about the Beatles. Я хотел бы почитать какие-нибудь книги о Beatles. He reads novels every day. Он каждый день читает романы. But I don't know. I guess he just read it wrong. Oh, but... I don't know. I guess you just read it wrong. Но я не знаю. Думаю, он просто неправильно его прочитал. Speak означает говорить. If only I could speak English as fluently as you. Если бы я мог говорить по-английски так же свободно, как вы. Have you ever spoken to them? Вы когда-нибудь с ними разговаривали? It's been so long since we spoke. True. It's been so long since we spoke. True. Мы так давно не разговаривали. Правда. Tell переводится как сказать. You should tell them what to do. Ты должна сказать им, что делать. Tell me what you are arguing about. Скажите мне, о чем вы спорите. He tells me one thing. She tells me another. He tells me one thing. Он говорит мне одно, а она другое. Meet переводится как встречать. I'm pleased to meet you. Приятно познакомиться. Рад встрече с вами. Let's meet in the front of the theater. Давай встретимся напротив театра. I want you guys to meet an old friend of mine. I want you guys to meet an old friend of mine. Я хочу, чтобы вы познакомились с моим старым другом. Teach означает обучать. It's hard to teach an old dog new tricks. Трудно научить старого пса новым трюкам. I taught my wife how to drive. Я научил свою жену водить машину. Remember what I've taught you, Квазимодо. Remember what I've taught you, Квазимодо. Помни, чему я тебя научил, Квазимодо. Learn. Переводится как учиться. One learns from one's mistakes. На ошибках учиться. She went to London to learn English. Она поехала в Лондон, чтобы выучить английский. Но в наше время ехать куда-то уже не обязательно, так как есть море классных онлайн-курсов от English Show. Бронируй свое первое бесплатное занятие, и ты увидишь это на практике. Тем временем я поступила в колледж. Изучайте русский язык. Send означает отправлять. I want to send this parcel at once. Я хочу немедленно отправить эту посылку. He sends us flowers. Он присылает нам цветы. Of course, the invitations had to be sent back twice. Well, of course, the invitations had to be sent back twice. Конечно, приглашение приходилось отправлять обратно. Дважды. Use. Переводится как использовать. I can't use this tool. Я не могу использовать этот инструмент. Can I use your phone? Можно воспользоваться вашим телефоном. Leonard, don't you have any gadgets you can use? Leonard, come on! Don't you have any gadgets you can use? Leonard, у тебя нет гаджетов, которыми ты можешь воспользоваться. В общей сложности мы разобрали 30 самых используемых глаголов в английском языке. Ну, а если вам этого мало, добро пожаловать в English Show School. У нас много классных преподавателей, а также носителей языка, готовых научить вас общаться на английском. Мы поможем вам раз и навсегда распрощаться с языковым барьером и уверенно чувствовать себя с носителями в реальной жизни. Ссылочка на нашу школу в описании под этим видео. Learning never exhausts the mind. Leonardo da Vinci. Обучение никогда не истощает ум. Leonardo da Vinci. А с вами был Голос English Show. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok